Лес Якутии пострадал на 20 миллионов рублей. В такую сумму оценивают ущерб экологии от черных лесорубов. Это только за 10 месяцев 2016-го. Как ведут борьбу с нарушителями и насколько эффективно, в репортаже Юрия Осипова. Эта территория в 2 гектара находится в окрестностях Якутска. Буквально полгода назад на месте этих пеньков росли прекрасные деревья. Но черные лесорубы оставили на их месте лишь воспоминания. Браконьерами был нанесен ущерб на более 200 тысяч рублей. В целом по республике количество случаев незаконной рубки леса сократилось. Если на октябрь прошлого года было выявлено более 100 фактов нарушения, то в этом их количество сократилось до 84. Тем не менее сумма нанесенного ущерба более 23 миллионов рублей. Объем незаконно заготовленной древесины составляет более 8 тысяч кубических метров. Наибольшее количество фактов нарушения лесного законодательства выявлено на территории Мегина-Кангаласского, Намского, Лёгминского, Татинского, Усимайского районов, а также в окрестностях города Якутска. Количество рейдов в этом году повысилось практически в два раза. В одном только Намском улусе их проведено более 100. Желающие поживиться могут понести не только административную ответственность. Заведено два уголовных дела по статье 260, один из них с привлечением обвиняемого лица. Чаще всего древесина идет на продажу, но несмотря на это, бывает, что браконьерами оказываются простые люди. Они рубят деревья для своих нужд, иногда не понимая, что нарушают закон, тем самым нанося не только материальный ущерб, но и непоправимый урон экологии. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск, Усть-Майский, Намские улусы.